Привет, друзья! С вами снова Дмитрий Медведев. Очень часто вы меня отправляете на проверку файлы Rinoceros с расширением 3dmbug вместо обычных 3dm. Это большая проблема. И давайте разберемся, что тут не так и как не путать эти файлы. Итак, все файлы у вас на диске имеют, грубо говоря, имя и фамилию. Имя — это имя файла. Далее всегда идет точка. И после точки записана фамилия или расширение файла. Расширение как бы показывает, к какому типу файлов он относится и какой программы его нужно открыть. После установки Windows по умолчанию все типы файлов от пользователей скрыты. Мы видим только имена файлов. А чтобы понять, к какому типу он все-таки относится, Windows показывает нам различные картинки, то есть иконки файлов. По ним мы определяем тип файла. Это как бы не всегда очевидно. Например, некоторые иконки очень похожи. И чтобы точно узнать расширение, нужно кликнуть по файлу правой клавиши мышки, выбрать свойства. И тут мы увидим то самое расширение. И для того, чтобы включить отображение расширений у вас на компьютере, откройте любую папку. Найдите здесь три точечки. Выберите параметры. И в параметрах вкладку вид. Отмотайте в самый низ. И уберите галочку «Скрывать расширение для зарегистрированных типов файлов». Окей. Теперь вы увидите, что у всех файлов появились расширения. То есть теперь мы знаем, к какому типу он относится. Теперь, что же не так с файлами 3DM-бак? Для этого давайте откроем Rinoceros. Зайдем в «Настройки». И в «Настройках» в разделе «Файлс» мы увидим, что стоит галочка «Создавать бэкапы», те самые баки, во время сохранения или экспорта файлов. Этот бэкап создается на тот случай, если в процессе сохранения текущей версии файла произойдет какой-то сбой компьютера, и тогда у вас сохранится хотя бы предыдущая версия этого файла. То есть баг файлы — это предыдущее сохранение ваших файлов. Давайте посмотрим, как это выглядит на практике. Я открою новую папку и буду в нее сохранять файлы. Создадим какой-нибудь объект. Ну, например, вот такую коробочку. И сохраним ее в разделе «В этой папке». «Файл» — «Сохранить как» — «На рабочем столе» в новой папке. Вот у нас появился файл. Как видите, у него появилась иконка, и он отображается у нас как скриншот из файла «Renoceros». Теперь я что-нибудь сделаю с этим файлом. Например, выдавим и сожмем верхнюю грань. И снова сохраним. Появляется файл 3dmbug. Причем этот 3dmbug файл не виден. Мы не видим, что в нем находится. Давайте посмотрим, что в нем находится, если загрузим сюда файл. Сделаем «Импорт файл». И мы видим, что это предыдущее сохранение. Тот самый наш бокс, который мы сохранили в первый раз. То есть, когда вы отправляете файл кому-то, вы отправляете предыдущую версию этого файла. 3dmbug отправлять не надо. Отправляете только 3dmbug. Если вы моделируете достаточно быстро, то между версиями могут быть серьезные различия. Пожалуйста, проверяйте расширение ваших файлов перед отправкой, и никаких проблем не будет. Надеюсь, это было понятно. Всем удачного моделирования. До встречи на занятиях.